Итак, девчонки, еще одно видео коротенькое сниму. Заглянула в кулечек, где пустые баночки, и вспомнила, что у меня тут миллиард лаков, которые у меня закончились. Я вам когда-то в одном из блогов рассказывала, почему же у меня заканчиваются лаки. И вот они у меня закончились, какая-то часть, и вот пришло время отчитаться. Закончилось два лака от Redlon. Кто, может, меня впервые смотрит, у меня много лаков, и я ими постоянно пользуюсь, и они у меня заканчиваются, потому что я перекрашиваю ногти каждый день. Итак, от Redlon под номером 507 закончился вот такой вот лак, он матовый. Я этим тюбиком пользовалась ровно два года. Отслужил, рада. Классный лак. Не вернусь, потому что миллиард есть разных фирм, и красных, миллиард красных лаков. Так, от Redlon. Тут был какой-то другой лак. Я тоже его использовала, по-моему, розовый. И на Украине я покупала вот такой от Neon. И у меня, видите, тут крышечка треснула, поэтому я вымола вот этот вот флакончик и перелила вот этот лак сюда. Ну, вчера я им последний раз накрасила вот ногти. Сверху, конечно, поставила блестинки еще глиттерные. Но он так, он, то есть, его буквально, да, чуть-чуть, я добила весь флакончик, чуть-чуть осталось, но он загустел. Так что обалденный тоже лак. И, может быть, я его куплю, когда буду на Украине в Арифлейме. Потому что он, его хватает, это вообще красный цвет, да, но он спасает. Достаточно одного слоя. Мне понравилось. Я даже готова ее купить во второй раз. Сушка от, боже, от L'Etoile, да? Да. Нормальная такая сушка, мне понравилась. Буду на Украине, куплю еще. Так, с сушками вроде бы все, да. И Валерия мне с Москвы присылала лак от Floormar. Да, да, тоже добила его полностью. Прям вылезала тюбик. Единственное, вот эти вот лаки, они когда половина их уже становится, они начинают сильно густеть. Поэтому иногда можно пару капель разбавителя для лака, да, специального для лака. И так я его потихоньку добила. Это под номером N008. Офигенный неоновый розовый лак. Его вельгидно за километр. А на педикюр так вообще. В общем, он такой яркий-яркий. Даже камера, он не может с ним справиться. От Bourjois. Оранжевый лак. Под номером 28. Вот такой вот тоже красавчик. Он не немановый, он же более приглушенный. Понравился. В принципе, лак такой гелевый, да, финиш у него. Классное глянцевое покрытие. Отслужил, выкрасил. До свидания. От Revlon. Это мой любимчик. Мой любимчик. Я повторю эту покупку. Я просто его сейчас в продаже не встречала. Позже под номером блюда. Стерся номер. А! 805. Grey Matter какой-то. Так вот. Обалденный лак. Это мой идеальный серый. Он не сохнет за 60 секунд. Ну, я обязательно-обязательно повторю покупочку. Итак. От Mag. Не путайте с Mag. Тоже полностью добила я его. Обалденный цвет. Такой фиолетово-сиренево-голубой. Обалденный. У меня есть аналог от Caroline. Поэтому. Так вот. Классная была малютка. Классный цвет. И от Wow. Вот такие вот лачки. Тоже использовала полностью. Классные цвета. Неоновый. Такой ярко-ментолово-голубой. Зеленый. Классные малютки. Единственное, что это муж с Аргентиной привозил. Единственное, что у них запах какой-то был плохой. Поэтому, я думаю, просто они дешевые просто в Аргентине были. Я эту фирму не знала. Не знаю. И никогда не слышала про нее в интернете. Ничего не находила. От Vivienne Sabo. От Vivienne Sabo. Лак-блестки. Вот такие вот красавцы. В розовой такой жиденькой водичке. Голографические такие палочки. И звезды. Я вообще лаки выкидываю очень редко. Обычно их по-любому добиваю. Что-то с ними делаю. Придумываю. По-любому. Но это просто ужас. Он вообще не сохнет. Ни с какой мега сушкой. Он так воняет. Ужас. Он просто ужасно воняет. С него нельзя выловить ни одну звездочку. Так что до свидания. Просто я бы в принципе его и мазала. Если бы он высыхал. А так он не высыхает вообще. Вот на ноги я накрасила. Целую ночь вот так вот лежала лапами вверх. И на утро, блин, одеваю босоножки и все смазывается. Ужас какой-то. От Ле Туаль. Валерия с Москвой мне прислала тоже год назад. Вот такие вот было. Три, да? В коробочке. Это типа кракелюр. 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 В общем, сначала ставишь вот такой лак. Он матовый, черный. Он загустел. Я почти добила его, но он очень сильно загустел. Сверху ставишь вот такой вот цвет. Прикольно. Было красиво. У меня даже фотки где-то в инстаграм есть. Но оно очень-очень сильно загустело. Даже лак как-то так стоит и не падает. Не становится на место в баночку. Где-то наполовину я использовала. Рада, что попробовала. Господи, что это такое? Почему он в мусорке? А, это от ноготок. Покупала я ацетон. И к ацетону был на Украине прилеплен этот лак. Кракелюр. Правильно я говорю? Кракелюр. Пользовалась пару раз. Нормальный лак. Но чего-то он засох. Быстро. Также Валерия с Москвой мне присылала от С. Лак тоже добила. Вылезла полностью. Классный цвет. Классный лак. Номер какой тут? 132. Обожаю такие лаки. Что-то на Украине их не нашла. Я купила там целый вагон. Вверх они маленькие. Не совсем маленькие. 8 мл. Полгодика пользуешься. Не успевает надоедать цвет. И добиваешь. Вообще супер. Мне очень понравилось. Вот эти лаки. И последняя четверочка. От Jade. Вот этому пробнику. Давали в подарок какую-то косметичку. И там был пробник такого лака. Ровно ему 2 года. Добила полностью. Это красный с золотым или серебристым шиммером. Не могу понять. Красивый цвет. Достаточно одного слоя. Супер. Супер лак. От Jade. Мне присылала Габи. С севера Израиля. Вот я его добила. Под номером 402. Pink Bellis. Под номером. Вот такой вот он был. Розовенький. Что-то мне одно время так потянуло. На такую вот нежность. И я его так быстро добила. Поэтому Габи спасибо. Ей не пригодилось. Она мне прислала. А у меня раз он и закончился. Вот тут я написала. Кстати. Шестого месяца. И его купила. Двенадцатого года. Это сколько? Это прошло ровно 2 года. То есть примерно лак. У меня вот эти все лаки. Я их пользуюсь 2 года. И их добивают. Под номером 433. Smokey Metal. Вот такой вот зеленый цвет. Классный. С серебристым шиммером. Металлический. Хороший лак. Но надоел мне чуть-чуть такой цвет. Но выкрасила. И под номером 299. Кристалл Dove. Вот такие вот блестки. Может даже повторю такую покупку. Обалденные. Смотрите. Они такие крупненькие. Но на черном лаке. Они так красиво блестят. Прям как космос у вас на ноготках. В принципе можно на любой лак поставить. И лак будет обалденно красивый. Особенно на черный. Поэтому возможно надо я повторю эту покупку. Фух девчонки. Столько блин мусора. Сейчас пойду выносить эти пустыми баночками. Отчиталась. Надеюсь вам было интересно. Всем пока. Субтитры сделал DimaTorzok